Газовый коллапс. Жители поселка Новопушкинске и Энгельского района уже несколько лет не могут разобраться в своих коммунальных проблемах. Вначале они остались без горячей воды, но еще больше ситуация осложнилась после того, как они установили газовые колонки. Репортаж Татьяны Кудасовой. Софья и Валентин Макаровы уже третий год. В буквальном смысле люди без определенного места жительства. Из своей трехкомнатной квартиры им пришлось переехать в съемную комнату в общежитии. Причина боязнь отравиться угарным газом, который в доме, по словам Макаровых, появился после того, как все их соседи установили в своих квартирах газовые колонки. Чего делать, рассказывают Софья и Валентин, было категорически нельзя. В пятиэтажке вентиляционный канал для этого не подходит, а дымохода нет. Мы сейчас сидим на пороховой бочке. Мне вчера вот женщина звонила, говорит, ты смотришь телевизор, как в Астрахани случилось. Нас виду такая участь ожидает. Говорю, я смотрю, потому что я знаю. Они нам говорят, когда комиссия приехала, они нам говорят, что вот этот угарный газ пробил к вам, он пойдет по всему дому. И может произойти вот такой случай, что наш дом свернется вот в кучу. Газовые колонки местные жители установили после того, как в их доме отрезали трубы с горячей водой, а единственную баню в округе закрыли. У нас дома одни инвалиды, пенсионеры, дети у нас мальчики. Как мы будем жить дальше? Мы же ее не просто так установили. Нам обрезали горячую воду, мы по заявлению ЖКО подали. И нам сделали эти газовые колонки. В отличие от своих соседей Макаровых, других жителей угарный газ не беспокоит. Они на здоровье не жалуются. Единственные люди просят у газовой компании отдать им документы, которые бы подтверждали законность установки газовых колонок. Вот счетчик поставили и два метра трубы вот приварили. Ну пусть два с половиной. И все. И за это мы заплатили 13 с половиной тысяч. Но документов нам нет, что у нас это все законно. Представители газовой компании, которая обслуживает поселок Новопушкинский Энгельского района, о ситуации, сложившейся вокруг дома номер 30 по улице Советской, знают. Макаровы именили. Писали психушку на них заявление. Они уже тут всех затыркали. Два года длится. Все были, начиная от Ростехнадзора, заканчивая санэпидемстанцией, делая изомеры содержания СОО. Вообще все, что можно было, все сделали у них не в порядке с головой. Отключать газовые колонки люди не хотят. Сделать это они готовы только после того, как в их доме снова появится горячая вода. Татьяна Кудасова, Вадим Лысов, Кирилл Логинов. Вести. Саратов.